Ежегодно осенью в Ташкенте будет проводиться кинофорум под названием «Жемчужина шелкового пути». Такое решение предусмотрено постановлением президента о возрождении и проведении Ташкентского международного кинофестиваля. Документом утверждается Организационный комитет по подготовке и проведению мероприятия, а также соответствующая дорожная карта на 2021 год. Подробнее Шухрат Шакиров. Что, на ваш взгляд, объединяет Канна, Венецию, Берлин, Москву и Пусан? Богатая история, яркая и впечатляющая современность? Конечно, да. Но больше эти города известны своими красными дорожками, светом софитов, вспышками фотокамер, примерами и звездами кино. Когда-то в Узбекистане проводился известный Ташкентский международный кинофестиваль стран Азии, Африки и Латинской Америки. Последний раз он прошел в столице Узбекистана в 1997 году и в соответствии с постановлением президента о возрождении и проведении Ташкентского международного кинофестиваля, начиная с 2021 года, подобного рода кинофорум под названием «Жемчужина шелкового пути» будет проводиться в Ташкенте ежегодно, в сентябре-октябре месяцем. Сегодня большой праздник в культурной жизни Узбекистана, в основе которого постановление президента направлено не только на возрождение Ташкентского международного кинофестиваля, который вошел в историю культуры кино, но и на поднятие его на высокий качественный уровень. Еще в 60-е годы прошлого столетия был в центре отдельного внимания вопрос превращения Ташкента в настоящие ворота Востока посредством проведения кинофестиваля. В 1968-1997 годах были проведены 12 ташкентских кинофестивалей. Сегодня это великое культурное мероприятие вновь в центре больших процессов по обновлению Узбекистана, который стоит на пороге Третьего Ренессанса. Укрепление и развитие культурных связей между странами посредством киноискусства, расширение сотрудничества с представителями киноиндустрии всей планеты и создание своих запоминающихся фестивальных кинолент являются одними из ключевых задач, отраженных в документе. Как отмечают специалисты, непрерывный обмен в области кино, взаимодополнение традиций и технологических новшеств в этой сфере просто необходимы. В этом году он пройдет с 28 сентября по 3 октября в формате «Фестиваль фестивалей» в качестве 13-го Ташкентского международного кинофестиваля подлить мотивом «Мир, прогресс и просвещение». Будут приглашены руководители видных международных кинопроизводств, директоры зарубежных кинофестивалей, ректоры киноакадемии, продюсеры, режиссеры, кинозвезды, кинокритики, представители известных СМИ. Всего 355 участников, из которых 55 – это кинозвезды. Вы знаете, очень тяжело переоценить роль кинофестиваля международного в том или ином государстве, потому что это всегда является каким-то толчком создания фильмов. Потому что, когда приезжают гости, когда привозят лучшие фильмы, тем более тот формат, который сейчас мы будем делать – это фестиваль фестивалей. Это очень важно, потому что, если мы хотим выйти на какой-то мировой уровень в области кинематографии, мы должны знать, что происходит в мировом кинематографии. Это очень важно и для зрителей, потому что, когда зритель смотрит хорошие фильмы, воспитывается на это, то он и требует от местных кинематографистов такого же уровня. Наиболее созвучные с девизом возрождаемого кинофестиваля, а также внесшие большой вклад в развитие кинематографии, картины и их создатели будут награждены дипломами, символической статуэткой и пятью денежными премиями в общей сумме 100 тысяч долларов. К примеру, наиболее отличившиеся в рамках фестиваля короткометражных фильмов среди стран Азии и Великого Шелкового Пути молодые кинематографисты могут получить за первое место 15 тысяч, за второе – 10 тысяч и за третье место – 7 тысяч долларов. Экраны кинотеатров зажгут лучшие национальные фильмы, посвященные историей культурного наследия Узбекистана, пройдут презентации с участием зарубежных партнеров и экспертов, посвященные современной материально-технической базе, технологическим возможностям и перспективам киноконцерна «Узбекфильм» в качестве Центра оказания услуг по кинопроизводству. Финансовая поддержка при создании вот этих мероприятий, кинофестивалей – это, конечно, стимулирует. Стимулирует, во-первых, тех кинематографистов, которые приезжают, которые смотрят. И, естественно, это поощряет наших местных кинематографистов, чтобы дойти до такого уровня, чтобы получить какую-то награду. Получить – это стимулирует, и это, конечно, дает толчок в развитии кинематографа. Конечно, для молодых это и престиж, это и какая-то материальная поддержка, это и желание сделать хорошие фильмы, и не только вот среди своих, а на мировом уровне, чтобы можно было поднимать свои картины до такого уровня. Это будет международный фестиваль, и это будет на высоком и красивом уровне. Все мы ждем. У меня очень много друзей и за границей, ну, как мы говорим, в России, в Казахстане, даже в Таджикистане поближе. Мы часто общались и разговаривали. Друзья в Греции, актеры, с которыми знакомы, в Иране, вот с Австралии, вот я ездил там, пообщался, познакомился. И вот я хочу сказать, что это будет и нам приятно, а вот для подрастающего поколения, которые вот сейчас делают первые шаги в кино, это будет двойне и втройне. Это будут мастерс-классы, это будут непосредственные отношения, это будет обмен опытом. Но это будет для нас эта сказка, что у нас возвращается такой фестиваль. Все мероприятия, проводимые в рамках и на полях Ташкентского кинофорума, будут демонстрироваться в онлайн-режиме на специальных площадях и кинотеатрах, а также займут место в программах отечественных и зарубежных телеканалов. Постановлением утверждается Организационный комитет по подготовке и проведению кинофестивалей, соответствующая дорожная карта на 2021 год. За счет государственного бюджета будут привлечены видные специалисты в Национальный центр развития кинематографии, чтобы в ходе подготовки и проведения были учтены все нюансы, а также опыт мировой киноиндустрии. Для спонсоров и инвесторов, которые изъявят желание, естественно, сотрудничать и оказывать поддержку в ходе кинофестиваля, предусмотрены следующие меры стимулирования. До 1 января 2022 года сумма средств, направленных субъектами предпринимательства на подготовку и проведение кинофестиваля, приравнивается к расходам, вычитаемым при вычислении налога на прибыль. При этом вычитаемые средства не должны превышать 2% от налогооблагаемой базы. С 1 июня этого года по 1 сентября 5%, а с 1 сентября по 3 октября 10% рекламного времени на государственных видеоэкранах и билбордах, объектах внешней рекламы отводятся под освещение кинофестиваля. Очевидно, что изюминкой подобных мероприятий всегда были звезды. Прилечь их для участия в каком-либо форуме непросто. Потому формируются так называемые инвестиционные пакеты, когда инвесторы смогут привлечь в Узбекистан звезд определенной величины. Подобные начинания, безусловно, станут еще одним импульсом для развития отечественной кинематографии и доведения до мирового уровня кинотеатров страны. Расширится диалог деятелей искусства, что станет практической основой для реализации совместных проектов. В то же время это увеличит число упоминаний об Узбекистане на страницах авторитетных международных таблоидов. Гости, которые придут, посмотрят наши фильмы, они, приехав к себе на родину, будут показывать эти фильмы, рассказывать о них. И это популяризация и нашего кинематографа, и нашей страны. Это очень тоже важно для нашей республики, для нашей страны. Чтобы на устах и других зарубежных кинематографистов и стран был слово «Узбекистан-Ташкент-фестиваль». В свою очередь, Ташкентский международный кинофестиваль «Жемчужно-шелкового пути» внесет свою многогранную лепту в количественный и качественный рост притока туристов в нашу страну. Субтитры создавал DimaTorzok